Добрый день, уважаемые друзья, дорогие коллеги, наши уважаемые гости. Добрый день, уважаемые друзья, дорогие коллеги, наши уважаемые гости. Поэтому художественное произведение отражает эпоху и события, в которых живет автор, его восприятие этой эпохи. Достаточно долгое время литература и история были неделимы друг от друга. Если вспомнить историю о русской литературе, то «Повесть временных лет», «Слово полку Игореве», да и сотни других произведений, которые вошли в русский литературный канун, являются одновременно историческими и литературными. Так уж сложилось, что знаменитые историки Ломоносов, Карамзин, ну, можем добавить туда еще и Соловьева, были писателями. Наши звездные авторы русской литературы, Пушкин, Гоголь, Толстой, все, по сути, авторы, которые принесли русской литературе и мировую славу, в многих своих работах выступали как высокопрофессиональные историки, историки своей эпохи. И внести в этом смысле в огромный вклад в популяризацию истории. Мы поговорим сегодня о популяризации истории посредством художественного слова, но я напомню присутствующим и тем, кто хотел бы познакомиться с русской литературой, что один из выдающихся критиков русской литературы, Белинский, называл Евгения Нега Александра Пушкина «Энциклопедии русской души». Сам же Александр Сергеевич Пушкин, по сути, создатель современной русского языка и литературы, называл роман как настоящая историческая эпоха, развитая в вымышленном повествовании автора. Любая литература являет собой интерес авторов к истории своего народа, к прошлому своей страны. Невозможно увлекательно и достоверно отразить жизнь, чувства и мысли народа, не изучив предварительно пройденного им исторического пути. Поэтому, будь то Шекспир или Чарльз Диккенс в английской литературе, Виктор Григо, Проспер Мереме или Александр Дюма во французской литературе, Стефан Цвейк или Эрик Мария Ремарк, Лев Николаевич Толстой, Алексей Толстой, Иван Ефремов, все они дали миру описание своей эпохи глазами очевидцев, позволили почувствовать атмосферу того времени, а переведенные на сотни языков мира заложили, по сути, основу межкультурного диалога. Сегодня в рамках форума мы попытаемся поговорить с нашими гостями о том, как связано понятие литература и история, какое место занимает историческая память в сохранении и развитии культуры разных народов, и что необходимо учитывать для поддержания, учитывать прежде всего разработчикам культурной политики, чиновникам, для поддержания межкультурного диалога. И перед тем, как передать слово одному из участников в нашей сегодняшней дискуссии, я позволю себе в двух словах представить его. Первым у нас будет выступать господин Кристофер Рид. Мы попросим его рассказать. Да, Кристофер Рид, профессор исторического факультета университета Уорбика, из Великобритании. И, насколько я понимаю, крупнейший специалист по левому коммунистическому движению, поэтому имена Карл Маркс, Владимир Ленин, для него как профессионального историка и автора многочисленных публикаций, являются достаточно близкими. Но мы поговорим о взаимодействии профессиональной историографии и художественной литературы. Я с большим удовольствием передаю слово господину Эриду. Благодарю вас за ваши добрые слова, сказанные представляя меня. Мне очень приятно и почетно быть здесь, в этом прекрасном городе Санкт-Петербурге, в который я приехал впервые 50 лет назад, более того, в 1970 году. Я здесь учился в 1971-1972 году, был стажером в Ленинградском государственном университете имени Жданова. Времена изменились, однако мне очень приятно и почетно быть здесь с вами, и благодарю за это приглашение принять участие в этой секции. Хочу сказать несколько слов о том, как я, как историк, использую литературу в своем преподавании. Может быть, я смогу привести один-два конкретных примера на основе именно этого города и событий, которые здесь происходили. Я специалист по истории Российской революции 1917 года. Для меня эта тема очень близка. И когда я начинал свою профессиональную карьеру как историк, это были времена постмодернизма, был американский критик Хайден Уайт, который рассказал нам, что история — это некий вымысел, некая фикция, что нет в исторической литературе, в исторической науке никакой дополнительной, более точной правды по сравнению с литературными произведениями. Это заявление, конечно, повлекло за собой большие дискуссии, потому что оно было достаточно противоречивым. Что Уайт позабыл, как мне кажется, до определенной степени, это то, что и история, и историки, любая монография историческая, любая книга — это некий плод работы историка, писателя, который родился в его голове. Конечно, он не может дать полномасштабное и полное представление об исторической правде. Это нам недоступно. Конечно, мы отражаем определенные важные вещи, мы используем исторические источники. Конечно, мы не выдумываем ничего от того, о чем мы пишем. Однако мы интерпретируем события, интерпретируем факты, интерпретируем вот эти свидетельства, исторические источники, имея свое суждение о том, что происходило в прошлом. История, конечно, очень важная область. И я хочу еще об оживописи, поговорить об архитектуре и литературе. Это все смежные области. Это прекрасное сегодня здание, в котором проходят наши заседания. Здания отражают те ценности, на которых строится то или иное общество. Посмотрите, какие прекрасные большие здания отражают важные ценности. 9 октября в здании во время Российской Революции было полно бастующих, восставших рабочих, крестьян. И это был Зимний дворец, который принимал активное участие в революционных событиях. Взятие Зимнего дворца — это историческое событие. Мы о нем говорили, о предыдущей секции. Есть и фильмы, которые некоторым образом искажают этот процесс. Однако это событие, которое является очень важным в сознании людей, которые пишут и говорят о Российской Революции. Это был снят фильм в этом знании. И люди принимают события, которые отражают этот фильм, за правду. Они не очень хорошо знают о том, что в реальности происходило в тот момент. Конечно, реальность даже может как-то мешать. Но Хейден был частично прав. Мы действительно говорим о том, что книги по истории создаются историками. Но это не фикция. Забыла на следующем, как мне кажется. И я думаю, что это очень важно помнить для нас, для историков. Ведь не только история является частично фикцией. Но так председатель нам сказал несколько минут тому назад. Ведь фикция – это история сама по себе. Ведь история, фикция взаимосвязаны. Практически любое художественное произведение является вкладом в наше историческое знание. И имеет определенную историческую основу. И мне кажется, что нам надо помнить об этом. И я думаю, что здесь есть такое движение в обе стороны. Литература, фикция, художественный мир, история в наших умах. И прежде всего мы говорим о том, что история – это аспект художественного и литературного творчества. И наш председатель уже разъяснил нам, что мы можем впрыскивать в литературу историю. Но, кроме того, литературное произведение, художественное произведение вносят свой вклад в объем нашего знания о прошлом. Не обязательно это связано с тем, что прошлое отражается в этом произведении. Это на самом деле такое некоторое заблуждение. Заблуждение, которое связано со штурмом Зимнего дворца в том числе. Потому что мы фильм все знаем о штурме Зимнего. Но мы на самом деле понимаем, что, конечно, может быть действительно все не совсем так. Существует разрыв между реальным и вымышленным. Но, тем не менее, есть такое взаимное движение, мне кажется. И это уже было сказано нашим модераторам. И произведение искусства скажет нам о том, чем занимались люди в прошлом, в то время, когда они жили. Это элемент некого исторического прошлого. Мы смотрим в определенное время. Таким образом, здесь процесс двойного движения и фильтрации определенной, когда мы интерпретируем литературу и искусство. Кроме того, мы можем использовать по разным причинам художественные произведения. Есть определенные преимущества в использовании литературы. Например, художественная литература может, конечно, как бы инкорпорировать историческое знание в себя. Здесь великие имена можно упомянуть. Например, имя Гоголя. Гоголь пишет в инспекторе, да, на самом деле, или о ревизоре. Но на самом деле рассказывает о конкретной ситуации. Как бы посреди этого своего рассказа есть такие элементы исторического знания, которые можем мы использовать и воспринять. Литература, конечно, может стимулировать историков и художников, которые хотят лучше понять прошлое, предполагая, как могло быть что-то в прошлом. Можно какие-то гипотезы продвигать, можно их проверять на правдивость, на справедливость, и можно использовать различные свидетельства. Литература, таким образом, имеет очень сложные отношения с историей. Но позвольте мне привести вам небольшие примеры, прежде чем я закончу свое вступительное слово. Искусство и литература, и как я их использую в процессе преподавания истории, понимания истории. И один пример, это пример, связанный с Петроградом. Александр Блок, ему замечательная поэма «12». Я прошу студентов прочесть эту поэму, и если вы знакомы с этой поэмой, вы тогда поймете, что я имею в виду. Поэма о 12 красноармейцах, можно так сказать, которые когда-то там в 17-19 годах патрулируют улицы Петрограда во время комендантского часа, и происходит ряд событий. Например, один из их бывших товарищей нарушает правила, они его убивают. Появляется одна девушка, девушка одного из этих 12. Они продолжают двигаться по улицам, ругаются при этом, стреляют периодически. И на самом деле мне не кажется, что они выпили. Нет, они не пьяные вовсе. Это просто такие вот человеческие существа, которые осуществляют свою функцию. И вдруг, неизвестно откуда, в конце, Блок вводит фигуру Иисуса Христа. Он появляется, он идет впереди, он ведет их за собой. И люди задают вопрос, а это-то откуда? Что Блок пытается нам этим сказать? Разные люди могут по-разному интерпретировать это. Но для меня и для... Я своим студентам об этом говорю. Идея в следующем заключается. Хотя революция была жестокой, с насилием, и конкретные люди страдали, и очень часто это люди были нехорошие. Но в конечном итоге 12 апостолов христианства являются символом той новой религии, которая создается. Это напоминает нам... Да, я написал к столетию революции, писал как раз о сути революции 17-го года. И людям нравились эти люди, эти 12-ти. Это было ведь нехарактерно не только для России, где Октябрьская революция была закоплена в памяти людей, но и в других странах революция была связана с либерализмом, с политическими лидерами, с большевиками, с политической элитой. И действительно, собственно, Блок об этом и нам говорит. Он говорит очень интересно. Есть еще интересная картина Шагала, которую можно тоже назвать революцией 17-го года. Эта картина в центре изображения на одной руке вверх ногами стоит Ленин, который смотрит прямо на вас, на зрителя. И вот с левой стороны от него находится изображение людей страдающих, людей, которые рыдают. Там, похоже, два человека очень больные, просто умирают. А с правой стороны поднимается солнце, и там люди танцуют, поют. Там театральное представление можно видеть. И хотя Шагал не был революционером, мы можем посмотреть эту картину и сказать, Шагал нам говорит о том же, о чем говорит Блок. Это люди, которые создают в ходе революции что-то новое, может быть, и великое. Но это напоминает нам духи времени. И мы можем таким образом использовать литературу, можем использовать искусство, романы, для того, чтобы напомнить себе о различных аспектах прошлого, которые в противном случае мы могли бы забыть. И это стимулирует нас к пересмотру этого прошлого. На самом деле это является очень важной частью, неотъемлемой частью нашего понимания прошлого. Большое. Уважаемый господин Рид, спасибо, что вы напомнили нам Александра Блока. И перед тем, как передать слово следующему выступающему, могу ли я вам один маленький вопрос. Вы, конечно же, смотрели фильм Эзенштейна «Октябрь», который, в общем, описал события, происходящие здесь рядом у главного штаба. Насколько художнику позволительно так исказить настоящую историю? Или тот дух, который он передал революции, вполне компенсирует это фактологическое искажение? Я думаю, что на самом деле это все решает сам зритель. Зритель по-разному может прочитать это все. Действительно, Эзенштейн очень хорошо работает, и Блок, и Шагал тоже на самом деле очень хорошо описали энтузиазм революционный. Но мне кажется, что штурм Зимнего дворца – это клише. Это клише всей литературы об Октябрьской революции того времени. Если вы прочитаете свидетельские показания, так сказать, Николая Суханова, например, есть его мемуары, которые относятся к 1917 году, он говорит, да, действительно, солдаты были здесь, на площади, но не было никакой стрельбы, не было никакого штурма. Они входили и выходили через боковые ворота в Зимний дворец. Не было никакой борьбы. И когда они проникли в Зимний дворец, они просто спокойно вошли. Шторма не было, сопротивления не было. Или сопротивление было, но очень незначительное. И они просто прошли через дворец, нашли временное правительство, которое в ужасе там сидело. Как вы, наверное, знаете, арестовали временное правительство, вывели их из дворца, перевели через мост в Петропавловскую крепостью, и там оставили их на 12 часов, и потом просто отпустили. На самом деле, конечно, события совсем по-другому развивались, как вы видите. То есть, у них не было необходимости говорить абсолютную правду о событиях. Нет, потому что события можно интерпретировать так, как художнику хочется. Но для нас, для зрителей, для тех, кто читает, воспринимает эту информацию, мы сами решаем для себя, как мы будем интерпретировать то, что нам говорит художник. Мы совсем не обязательно должны принимать это как за реальный факт. Мы продолжаем. И я хотел бы попросить выступить господина Акбара Рыскулова. Он представляет киргизскую литературу. Вообще-то важность составляющей киргизской поэзии всегда было творчество акынов. Мы еще в советской школе изучали немного об акынах, к сожалению, в недостаточном объеме. Но, тем не менее, со школьной программы я помню, что вот эти народные поэты, философы у киргизов, которые назывались акынами, это и было такой составляющая основа будущих успехов киргизской литературы. Никому не отметить в этой связи, конечно же, творчество Чингиса Айтматова, который переведен на сотни языков мира и стал одним из выдающихся, зачастую любимым автором целой генерации, по сути, моего поколения. И представитель киргизской литературы сегодня с нами. Я попросил бы вас тоже высказать свои осуждения по поводу истории и литературы. Прежде всего, хочется поблагодарить организаторов за приглашение, за возможность встретить с вами и поговорить по душам. Хочется, чтобы вот этот наш форум объединительный в Северной Пальмире имела возможность в международном масштабе. Цели и задачи форума как нельзя лучше соответствуют требованиям современности. Своё видение хотелось бы подкрепить на примере жизнетворчества одного из классиков наших. Ибо сначала было Слово. Вот что пишет Чингизайтматов. Слово выпасает Бога в небесах. Слово дает молоко Вселенной. И кормит нас тем молоком из рода в род, из века в век. И потому вне Слова нет ни Бога, ни Вселенной, и нет в мире силы, превосходящей силу Слова. Эти мудрые, шумящие души слова из его последнего романа «Когда падают горы». Думаю, роман, роман не просто про извинение, а про извинение. Мы помним, в конце 80-х, под инициативой этого писателя, проходил ещё один форум, Ишекольский, где собрались светлые голого мира. И по оценкам политиков, он снял занавес между двумя полюсами. Я думаю, наш форум тоже продолжит эти начинания. И дольше века долится день. Называется другой роман Чингизайтматова. События происходят в Бураном полустанке. В коротком отрезке одного дня, Но достигая космических пространств, длится дольше века. Известно, что названием романа является строчка из Бориса Пастернока. И дольше века длится день, и не кончается объятие. Если у Пастернока речь идёт о любви, То Айтматов наполнил её эпическим смыслом. Судьба носная на знатни художника полна таинств. В те дни, когда проходит наш форум, Отмечается 95-летие этого художника. Всемирно-изводственного. Ибо его тиражи книг превысили 100 миллионов экземпляров. Билингвизм Айтматова даёт полное право назвать его и русским писателем. Ибо самые знаменитые творения он создавал на языке Толстого и Пушкина. Аварский поэт Расул Гамжатов посвятил другу Чингизу такие строки. Дайте ещё раз я вам почитаю. Скачи наездник, на коня надеясь, Касайся неба и не зная преград. Мой именитый полуевропеец, Мой знаменитый полуазиат. Горькие дни утраты учителя. Мне казалось, что время разделилось ровно пополам. До и после Айтматова. Теперь нам предстояло жить в другом измерении. И решил съездить на родину учителя. Именно там, у подножия гор Моносоты, Бегал мальчиком будущий мыслитель. Думаю, я имею моральное право Передать вам участникам форума Привет от тех вечных гор и плывущих облаков. Спасибо вам большое. Спасибо за ваше интересное выступление. Спасибо, что напомнили нам Величайшим сыне киргизского народа И величайшим писателем современности Чингиси Айтматовы, Который, конечно же, был двуязычным, Создавал произведения и на русском, и на киргизском. И я скажу нашим слушателям и зрителям, Что буквально в этом году Вышла антология литератур Киргизской, современной киргизской литературы. Мы долгое время не переводили на русский язык Произведения киргизских поэтов и писателей. И в этом году появилась эта антология За последние 30 лет И все желающие могут ознакомиться С современной киргизской литературой. Мы идем дальше И движемся Чуть юго-восточнее В горы Памира. Памир – это семитысячники, знаменитые И очень популярные горы у альпинистов И у поэтов. Вот, и я бы хотел передать слово Господину Низому Касиму, Который представляет республику Таджикистан И попросить его Как председателя Союза писателей Таджикистана Сказать нам о своем видении Об истории, о вечности и о литературе. Спасибо Дорогие друзья Прежде всего хочется поблагодарить Тех, кто организовал этот форум Потому что в наше нелегкое время Собираться, увидеть старых друзей И приобрести новых Это что-то означает Это для каждого человека что-то историческое в его жизни История повторяется К сожалению, и трагедии истории повторяются в наши дни И я тоже хочу упомянуть Великую книгу Чингиза Айтматова И нашего писателя Там он приводит две строки Адама поэтов Рудаки Где говорится Со ста тысячами людей Ты одинок Без ста тысяч людей Ты опять же одинок И это Рудаки говорил Тысячу двести лет назад Вот это одиночество Это духовное одиночество Я думаю, что грозит нам и сейчас То, что было Тысячу двести лет назад И Рудаки чувствовал себя Одиноким Среди тысячи людей Айтматов это прочувствовал В двадцатом веке И я думаю, что это ощущение Бесконечно Бесконечно Каждая личность Каждое поколение Это прочувствует Каждый по-своему Но Суд литературы Обязанность литературы в другом В том, чтобы Собрать людей В том, чтобы Их Направить на Какие-то Благи Дела Идеи И вот Опять же Я хочу Вспомнить Нашу классическую Литературу Ну, румы все знают У нас говорят Мавлена Джалалидини Балхи И он долгое время Жил в Турции И поэтому Его в мире знают Как Руми И он Говорил, что То есть Мы пришли Соединить То есть Сердца людей А не разъединить И я думаю Что вот эти Слова Сегодня Как Никогда Очень кстати Потому что Мы каждый день Смотрим Разъединение Идет Разъединение Людей Наций Государств И это Очень Грозит Человечеству Культуры Нашей Мировой Культуры А Насчет Того Что Мы должны Изучить Истории Друг друга Литературы Друг друга Разные Понимания Разные Взгляды Одни Усмехаются Над этими Словами Но я думаю Что Зря И у нас Говорят Что Культура Это жизнь И Если Человек Остается Вот В пределах Своей Только Культуры Я думаю Что У него Очень Не знаю Очень Такая Жизнь Неразнообразная А когда Он Вникает В другие Культуры В другую Литературу Изучает Хочет Понимать И понимает Я думаю Что он Живет Другой Жизнью Жизнью Более Интересной Более Разнообразной И Задача Писателей В том Чтобы Историю И современность Преподнести Так Чтобы Люди Интересовались Интересовались Через Литературу Вникать В судьбу Его народа Этого Писателя В его Культуру И Это Невольно Приближает Людей Спасибо Большое Спасибо Большое Воспользуюсь Случаем Чтобы Создать Вам Вопрос Как Вы Считаете В какой Степени Автор Может Исказать Исторические События Служащие Ему Контекстом Контекстом В его Презведении Повторите Пожалуйста Вопрос Это Эхо Не дается В какой Степени Автор Праве Исказить Историческое Событие Которое Служит Основой Для Его Презведения Ну Все Знают Кто Более Менее Связан С Литературой Знает Что Есть Жизненная Правда И Литературная Правда И Вот Что То Надо Все Великие Писатели Стремились Найти Золотую Середину Между Вот Этими Понятиями И Я думаю Что Когда Вот Найдется Вот Эта Золотая Середина Вот Это И Будет Настоящая Литература Я Думаю У Самых Великих Людей Самых Великих Писателей Найдена Эта Золотая Середина И Вот Это Как Рази Называется Искусство Это И Называется Литература Вот У нас В литературе До 91 Года До Распада Советского Союза Было Всего Восемь Исторических Романов Потому Что Это Не Самый Легкий Труд Писать Об истории Это Очень Огромный Труд Читать Все Что Написано О Чем Ты Хочешь По Другому Рассказать Провести Долгое Время В Пильных Архивах И Все Это Обобщать Я Не Знаю Это Очень Очень Трудная Работа А Вот За Тридцать С лишним Лет Нашей Независимости Независимости Наших Республик У нас Появилось Под Сорок Романов Где-то Больше Тридцати Исторических Романов Я Думаю Что Это Очень Несерьезно И К К Написанию Исторических Книг Исторических Произведений Я Думаю Что Надо Отнестись Более Серьезно И Поэтому У нас Вот Когда Говорят Об Исторической Литературе Об Истории В Литературе Всегда Припоминают Вот Эти Восемь Прежних Книг Потому Что Тогда Было Другое Отношение Другая Позиция Другая Глубина Проникновение И Вот Я думаю Ну Короче Надо Найти Эту Золотую Середину Хотя Очень Трудно Очень Нелегкое Дело Но Другого Пути Нет Спасибо Спасибо Большое Мы Продолжаем И Собственно Литература Объединяет Все Поскольку Вначале Было Слово Но Мы Хотели Быть Еще Предоставить Слово Госпожи Мунили Дадаевой По Поводу Наверное Поскольку Госпожи Дадаевой Появляется Директором Драматического Театра Попросим Рассказать О познании Истории Через Театр Через Театральное Искусство Спасибо Всем Здравствуйте Я Зачитаю Я готовилась Я не Поэт Говорить Так Красноречиво Не могу Вот Познание Истории Через Культуру Культура Бывает Мировая Народная Национальная Массовая Духовная Элитарная Материальная У каждого народа Есть своя культура И ее изюминка К примеру Танцы Песни Этикет Традиции И так далее Бывает Культурных Разных Наций Народности Есть Схожесть Но Всегда Можно Заметить Самобытность Изюминку Если Заглянуть В далекое Прошлое То Можно Узнать Как Формировалось Общество Народ и ее культура К духовной культуре Национальности Народ Относится Знаки И символы К элитарной Культуре Относится Живопись Литература И архитектура Культура Фундаментальный Элемент Понимания Истории Народа Нации Страны Уникальных Традиций Обычев И образа Жизни Изучая Прошлое Настоящие Культуры Страны Культурных Традиций Для идентичности Наций И исторически Значимых Событий Для данной Народности Возникновение Самостоятельных Государств Особенности Их Исторического Пути Политического Фактора И установления Границ Способствовало Росту Самосознания Народов Развитию Внутренних Творческих Исканий Культуры Формирование Традиций Языка Мировоззрения Естественно Отразились И на культуре Формирование Цельности Культуры Длительный И сложный Процесс Для него Характерны Две Противоположности С одной стороны Наследственность И традиции С другой стороны Новации Переосмысления Наследия Предшественников Создание И преумножение Духовной Ценности Невозможно Без учета Исторического Пути Присочивающих Многовекового Опыта Достижений Накопленных За всю историю Развития Культуры Традиции Самобытность Фиксирует И самостоятельность И специфику Общества Не только Историческую Преемственность Которую через Традиции Обеспечивает Связь Прошлого С настоящим А соответственно Ориентирует На будущее Познание Исторической Культуры Да Добрый день Уважаемые Друзья Спасибо За возможность Выступить В этом Прекрасном Зале На таком Прекрасном Собрании Людей Думающих Рассуждающих Ищущих Но я может быть Учитывая нашу Дискуссию Говорил бы шире Не только О библиотеках Но о культуре И литературе Раз мы задали Такой тон И учитывая То что говорил Сегодня уважаемый Коллега Кристофер Ритт Скажу что Я приехал к вам Из страны В которой 7 ноября Тесно связанная С этим зданием До сих пор Праздник Выходной день День Великой Октябрьской Социалистической Революции Это тоже говорит Об определенных Интерпретациях Но Немножко Глубже В историю Уйдем Вот если мы Зададим вопрос И в этом зале И я думаю По всему миру Будем задавать Кто является Самым известным Представителем Например датской Королевской семьи То назовут Гамлета Хотя такого персонажа Никогда не существовало В чистом виде Более того Гамлет И убежден Войдет В тройку Самых популярных Датчан Наряду С Андерсеном И Нильсом Бором Например Но его опять-таки Не существовало Почему Когда-то Основатель Советско-исторической Школы Михаил Николаевич Покровский Сказал что История Это политика Опрокинутая В прошлое Правда Говорил он это Критикуя Милюковскую Концепцию Истории Кодетскую Концепцию Но так получилось Что фраза стала крылатой Так вот говоря О литературе И шире о культуре Мы можем говорить Что Это История Постоянно Обращенная В прошлое Именно культурные Образы Позволяют Актуализировать Давно прошедшие События Давно умерших Людей Небольшой пример Долгое время Раз мы уже Заговорили Об Октябрьской Революции Те события Как и Гражданская война Представали Как минимум Двух поколений А то и больше Советских граждан В виде рассказов Гайдара РВС Повести Школа Серафимовича Железный поток Фильма Чапаев Я могу этот список Продолжать Вишневского Оптимистическая Трагедия И так далее Потому Шестидесятники Устами Акуджавы Гредили этим образом Комиссаров Пыльных шлемов Хотя в общем-то Где-то критиковали Тот строй И были чем-то Недовольны Который Они застали И вот Обращались К этим Литературным образом Не к реальным Историческим Комиссарам А к литературным образом Которые дошли До них И формируется Это некое Идеальное время Которое противостоит Темным Таким временам Как их назвали Культа личности Но в 60-е годы Формируется Новый образ Отношения К тем событиям Опять-таки Он формируется В культуре Это шатровские пьесы Прежде всего Большевики И посмотрите Как можно красиво Объяснить Видение красного террора Абсолютно Как бы мы им сказали Сейчас Либеральным языком Это Аскольдова фильм Комиссар Который Запрещают Это Алова и Наумова Бег Снятый по Булгакову Это совершенно Новый образ Гражданской войны Который Безусловно Влияет На то Что происходит В общественное Переосмысление Своего прошлого 80-90-х годов За свою жизнь Я пережил Несколько Всплесков И падение внимания К истории Конец 80-х годов Это открытые архивы Ужас Колымские рассказы И вот это ощущение Мы этого не знали А как же это было Затем история Становится частью Такой Некой поп-культуры Становятся Клиповые истории Символы Это прежде всего Парфеновский цикл Намедни об истории Где вот буквально Минута полторы Вот посмотрите Полет Гагарина Все Пошли дальше Поет Пугачева И вот это Клиповое отношение То есть история Как часть поп-культуры В литературе Наиболее яркое отражение С моей точки зрения Это Акунинский цикл Фандорини Ваним Француз Пожалейте переводчиков Пожалуйста А, да Я слишком быстро говорю А я еще хотел По-белорусски начать говорить Но Чтобы Все-таки Синхронистов Поберечь Буду говорить медленнее Но Начну говорить На белорусском И из этой истории Каждый может Извлечь что-то свое Вот у нас Здесь говорили о Чингизе Айтматове А я вам приведу пример Нашего поэта Великого Купалы У него есть такое стихотворение Мало их повесить На сухой осине Боноват осина Тебе откине Дерава откине Дерава сухое Себе не спаганить Поскудю такую Продавали немцу Немцу да японцу Нашу родиму Доли нашей солнца Катакову радок Троцки Уся арава Хлебали злодюги Задной миски Страву Хай под солнцем знают Чим мы сегодня стали Мы подставим груди Для тебе Наш Сталин Мы можем представить Такого Купалу Как и Ахматову Которая писала И неоднократно писала Стихи О великом вожде А можем говорить О Купале Который Вскрывал себе живот Обстоятельства смерти Которого не до конца Известны в 42 году То есть культура Дает нам Возможность интерпретации Если же мы будем Просто смотреть Сухую исторические факты Руководствоваться исследованиями Это не так интересно Для широкой общественности Какие же образы Мы извлекаем для себя Что становится популярным Сейчас Почему вновь Актуализируются события Связанные с историей А для этого Вот в эту Дихотомию такую История и культура Или история и литература Надо обязательно добавлять То, о чем мы сказали в начале Политика В скобочках Идеология И тогда картина становится Очевидной История Политика Культура Культура История Политика Это треугольник Взаимосвязи Взаимосвязан Хорошо это Или плохо Это не хорошо и не плохо Это часть развития человечества Великие исторические полотна Создавались по заказу Ватикана Для того, чтобы подкреплять Концепцию Католической церкви Контрреформация Дала потрясающий всплеск Барочного искусства Без контрреформации Наверное, это было бы невозможно В 2008 год В России идет ток-шоу Имя России Побеждать должен Сталин В итоге побеждает Александр Невский Мы в Беларуси посмотрели Сказали Мы не будем проводить Такое ток-шоу у себя Но вот с той поры Именно политическая востребованность Которая тесно связана Безусловно С речью Путина Произнесенной в Мюнхене В 2007 году И в принципе С новыми геополитическими обстоятельствами Обостряет как никогда Внимание к истории И ее отражении в культуре И мы с вами сейчас находимся В эпицентре Этой борьбы Этой взаимосвязи Этой некой такой Постреволюционности Этой эволюционности Которая удивительна Пока не дает Крупных литературных произведений Вот это важно Революция 17-го года Дала всплеск Творческой активности Который отражен И в залах Эрмитажа в том числе Сейчас я не могу назвать Ни одного такого Крупного произведения В мире Но кроме может быть Того, которое на меня Проразило большое впечатление Это фильм последний Такеши Китана Шеи или Куби То есть Который повествует О периоде Воюющих провинций Ну Время покажет Насколько это так Но пока мы не видим В нашей литературе Таких крупных Настоящих произведений Вот в этом беда Не в том, что политика Что-то заказывает И политика управляет Историей И идеология Давлеет над культурой Это может быть Но это всегда должно Порождать крупные Произведения искусства На мой взгляд Проблема состоит в том Что мы этого Еще раз подчеркну Пока не наблюдаем И здесь очень важный момент Если вот, например, у меня Ответ на вопрос Почему этого не происходит Нет Но я могу сказать Почему Может быть Какая-то причина Здесь заключается В отличие от начала 20-х Где была сильная идеология Марксизма Парадившая революцию Как ты ее не назови Касавшуюся этих залов Великих исторических Тогда была четкая Парадигма И установка будущего Те люди Которые совершали революцию Знали, что они делают У них был образ будущего Мы это видим И в литературных произведениях Пройдет 10 лет Не будет преступников Мы строим идеальное общество Они могли быть идеалистами Они могли ошибаться Но они верили в это Сейчас у нас нет Четкого ориентира будущего У нас нет картины будущего И человечество Несется вперед С невероятной Все нарастающей скоростью Повернув голову назад В поисках образа прошлого Для того, чтобы Хоть как-то сориентироваться В будущем Поэтому история Актуальна Но она не всегда Отражается в новых Крупных культурных достижениях Спасибо за внимание Спасибо большое Напомню вам Напомню вам, что Лев Николаевич Толстой Написал «Войну и мир» Через 57 лет После события И в общем Для того, чтобы Осознать Огромное какое-то Историческое событие Конечно, должно пройти Много времени Вы, наверное, правы Не буду с вами полемизировать По поводу того, что Революция разбудила Многие искусства Но в то же время Ну вот сколько Крупными мазками Даже описать биографию Того же Ленина Удалось через 10-70 лет Значит, наверное Какое-то должно Время пройти Чтобы даже Самые талантливые Литераторы Смогли это осознать И в то же время Я хотел бы Ваше такое Яркое полемичное Выступление Не прекращать И задать вам еще вопрос Как вы считаете Как сохранить Широкий интерес К чтению Исторической литературы В современном мире И как историк И как библиограф Что вы думаете Необходимо ли его поддерживать Безусловно, да Первое Конечно, школьная программа Грамотно Сформулированная Школьная программа Исследования показывают Что в подавляющем большинстве Здесь процент может отличаться Человек, который Не прочитал То или иное произведение В школьной программе Не прочитает его Скорее всего, никогда К сожалению, это так Поэтому грамотно Сформированная Школьная программа Это и формирование Патриота Гражданина Человека, знающего Любящего историю Это раз Второй момент Популяризации Которая зачастую Обращают книги Это хорошая экранизация Я напомню Что вся советская Школьная программа Была экранизирована Практически И зачастую Через экранизацию Человек возвращается Я вам К литературе Приведу пример Сериала По Достоевскому Идиот Тоже есть исследование Как только он прошел По российскому телевидению Большое количество людей Перечитало Идиот Достоевского Этот момент Следующий Не надо бояться Кратких пересказов Которые есть В интернете Я вам скажу На примере Преподавания Философии У нас студенты Я долгое время Был деканом В факультете Философии Социальных наук Прочитав что-то Вроде Весь кант За 15 минут Или прослушав Потом так или иначе Не допоняв Чего-то Возвращаются К крупным произведениям Немецкого Философа Поэтому Вот в нашей программе Растим читателя Следует использовать Все доступные методы Не бояться Экспериментов И в этом случае Мы будем Интересны Нашему подрастающему Поколению Но здесь есть Другой вызов Если угодно Это такой Внутренний камертон Который существует У каждого Библиографа Должен по крайней мере быть Не надо Стремиться Идти За Вот этим Молодым поколением Нужно Стремиться Вести его За собой То есть Используя методы Коммуникации Не подстраиваться Надо быть Опять упомянув Крупное произведение Прошлого Надо стремиться Быть вот тем Директором Республики Шкит А не учителем Который пел Куплеты о курсистках Вот этот Внутренний выбор Он всегда Перед нами стоит И здесь вопрос Педагогической культуры Спасибо Благодарю вас Благодарю вас За интересное Яркое выступление И я хотел бы Дальше передать Слово издателю Я сам проработал 20 лет Издателем Но перед этим Служил Журналистом И редактором В агентстве Печати новости Я помню Как появился Совершенно неформальный Молодой человек Я спросил Кто он Мне говорят Итальянец Что он здесь делает Он приехал Поработать в Россию Это было удивительно В такое Еще не позднее Советское время Звали его Сандро Тетти Кто бы мог подумать Что через какое-то время И он и я Станем Книгоиздателями Вот он сегодня С нами За что я ему Очень признателен Что он приехал Из Италии А также Мы признателен За то Что Несмотря на Такой продолжающийся Тренд Попытки Анилирования Русской культуры Он есть В общем-то В какой-то степени Посол правды Посол Нашей культуры И человек Который не боится Издавать В том числе Литературу Связанную С очень сложными Вопросами Вопросами Близневосточного Регулирования И вопросами Специальной Военной операции За что ему Честь и хвала Я с большим удовольствием Передаю ему слово Господин Тетти Пожалуйста Спасибо Прежде всего Хотелось бы Поблагодарить Организаторам И особая Благодарность Российскому Историческому Обществу Вот Как раз Вы Спросили У нашего Гостя Коллега Из Великобритании Насчет Насчет Фильма Эйзенштейна Октябрь И Насколько Можно Сказать Ну Скажем так Даже Грубо Искажать Историю Вот Наглядный Пример Наглядный Пример Это Фильм Который Называется Прекрасная Жизнь По-русски И Который Получил Оскар Но там Жизнь Прекрасная Да Жизнь Прекрасная Жизнь Прекрасная Там Режиссер Пошел На открытую Ложь Потому что Говорят Что Иначе Он не Получил Оскар Тогда Мы Все Видели Как Американцы Освободили Аушвиц Озренцем Ну Это Просто Ну Я не Ставлю Без Без Слов Еще Хотел Сказать По поводу По поводу Чингиза Итматова Что У нас Очень много Переводов Очень Популярно Посещал Нашу Страну Неоднократно И Это Самый Известный Писатель Центральной Азии И Это Ну Такой Феномен Потому что Европейская Культура Европейская Историография Европейская Школа Это Очень Евроцентричная И Вплоть до Того Что Есть Просто Великие Величайшие Представители Культуры Философии Искусства Из Которые писали На персидском Которые писали Потом Уже На тюркской Языке О Которые Ничего У нас Не знаю Я Горжусь Тем Что Впервые Например В Италии Издал Пару месяцев Там Полный Перевод Бабур Что я хотел Сказать Действительно Вы Сказали Что У нас Очень Трудно Сейчас Но Это Просто Это Совершенно Верно Вплоть до Того Что Тут В зале Сидит Знаменитый Известный На Европейском Мировом Уровне Режиссер Театра Писатель Поэт Сценарист И Он Вынужден Был Сюда Приехать От Себя Как Ну Как Интеллектуал И Скрывать Везде И всю Что Он Является Директором Престижного Итальянского Театра Потому Что Практически На Сто Процентов При Возвращении Его Мони Что Парлан До Дитэ Его Увольняли Б Это Не Просто Шутка Это Потому Что Государственный Театр И Тут Поскольку Форум Называется Объединенных Культур У Нас Даже В Области Культуры Очень Чувствовала Это Русофобия Но Есть Еще Какие-то Моменты Где Можно Работать Вот Например Через Несколько Месяцев Я Просто Убедил Человека Который Возглавляет Президента Итальянской Общества Мемориалов Войны И Поскольку Тут Обнаружили В России Остатков Наших Солдат Агрессоры Он Согласился В знак Благодарности Сюда Приехать Поблагодарить Участвовать В Круглом Столе И так далее Круглый стол Что Об истории Я не Наблюдаю Никакой Сплеск В Италии В В Литературе Об истории Скажем Книги Об истории Есть Эссеистика Большая Особенно В последние Два года Вообще Практически Не в том Звезем Что такое Украина Сейчас В Украине Очень много Пишут И Издаются Книги О России Издаются Книги О Вашем Ну не знаю Президенте Который Тут не знаю Перечислить Как Его Называют Вышли Не знаю Откуда Такие Бюджеты Такие Деньги Свыше 30 Наименований Об этом И поэтому Тут Трудно Но я Вижу Что Можно Еще Работать Потому что Если Русская Литература Прошлого Века 20 Века И позапрошлого Века Еще Переводилась Есть Можно Найти Историография История Вопрос Вопрос О сериалах Об истории У вас Есть Очень Много Я Наблюдаю Через Это Смотрим Точка Ру Я Тут Не Согласен С тем Вопрос 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 История Не Считаете Не Что Историческая Литература Отражает Национальную Самобытность И Является Перевод Исторической Литературы Исторической Художественной Литературы На Другие Языки По сути Укреплением Такого Межкультурного Диалога Да Безусловно Последний Вопрос Да Это Безусловно Укрепляет Способствовать Стимулировать Безкультурного Диалога Самобытность Страны Да Особенно Если мы Читаем Исторические Рассказы Людей Которые Жили В те Эпохи Которые Описали Те Эпохи Особенно Это важно Не только Для историков Но это важно Для социологов Это важно Для Этнологов И так далее И так далее Я думаю Что да Спасибо большое Спасибо Коллеги У нас Еще есть Один участник Дискуссии Зовут его Мастислав Мастилович Драга И Я Попросил бы Издать микрофон Барышня Да Он декан Философского факультета Университета Восточном Сарайзе И я бы Очень попросил Вас Высказаться Об Формировании Национальной Исторической памяти Как философа Как преподавателя И как историка Спасибо за вопрос Дорогие друзья Тема данного форума Относ История И Литература И Погато Формирование Национальной Свисты Тогда Бих Треба Прво Кренути От 1822 Година От Знаменитых Анала Францкого Кралевства Айхардових Я бы Хотела Начать С 1823 Года Саписание Тех Событий Говоря Отечен Ваш Вапрос Когда Српско Национальное Име Первый путь Появлено На простору Западного Реки Дрине То есть На простору Данашней Републики Србска Когда Впервые Сербия Появляется На Упоминается В западных Источниках В западном Культурном Пространстве Наравно Кроз Читаву Историю Литература Играла Значайную Улогу И Уформиранью Историйские Свести Уформиранью Национальной Свести Србского Народа Во все Времена Литература Играла Большую роль В формировании Национального Самосознания Сербского Народа В первую очередь Мы думаем На Эпскую Поезию Коя В Веков Велик Србский Историч Радоман Самаржић Главу Народа Држала Усправно В первую очередь Это Касайца Эпаса Который Формирувал Србскую Литературу Собзиром на ограниченост Времена Я желим Да Учесники Форума Само Почетим На двоицу Великих Писака Из Двадесетог Века Чије Дјело Било Абсолютно Ослонено На историйске Изворе То На Примарне Историйске Изворе Учитывая Что Времена У нас Ограничено Я бы Хотела Обратить Внимание Участников Форума На Двух Авторов Которые Формировали В Двадцатом Веке Это Историческое Самосознание Убийцы Зайдничко То Да Суроджени На Простору Западного Реки Дрине На Простору Данашне Босна Ради Суроджени Иви Андрић Иовану Дучићу Речи Иван Дучићу Которые Оба Родились На Территори Босни Герсаговине И Одни Други Заснивали Своје Диело На Примарним Историйским Изворима Я Чу Само Подсетити Да И Докторат Иве Андрића Уствари Био Историографско Диело Они Оба Основывали Своји Примарним Глупи Неразумни Люди Могу Сматрати Де Прошло Смртва И Непрелазни Зидам Одвојена Од садашнце И Андрић Говорил Што Толка глупи Люди Могут Не понимат Што Могут Считат Што Прошло Аномер Твој И никак Не влијајат На Настајаше Свременности Што Се Тиче Дућића Подсетитћу Само На Негово Заиста Изузетно Дјело Гроб Сава Владиславић Што Коседце Дућића Я хотела Би напомнить О его Произведенње Крој Сава Владиславића Којом је Српској Культурі Вратил Једног Заиста Знаменитог Нјеног Припадника Иначе Савјетника Петра Великоги Човјека Кој је Пуно Значију У Српској И у Руској Историји Које Упоминајат Одново Дјетелја Српској Историји Собзирно На то Да имамо Веома Ограничено Вријеме Я не бих Више Излагао Само бих ёш едном Изразију Своју захвално Способно Нашим драгим Коллегам И пријателям Из Руској Историјского Дружства На этом я бы хотела Закончить И еще раз Выразить благодарность Нашим коллегам Из Руској Историјческого Общества Хвала Спасибо Спасибо большое Коллеги Мы уже выбрали Время Отведенное нам И поэтому Я хотел бы Резюмировать Буквально Двумя словами Спасибо Всем Участникам За эту Интересную Глубокую Дискуссию Я хотел пожелать Всем Гостям Форума Прекрасных Дней В Санкт-Петербурге В этом самом Красивом Городе России Насладиться И культурными Событиями И Дискуссиями Которые идут Здесь на многих Площадках Пожелать вам Всем Чтобы Мы Всячески Способствовали Налаживанию И интенсификации Межкультурного Диалога И не обращали Внимания На те глупости Которые Семья Происходят В мире Вокруг Нас Доведшим До Абсурда С Культурным Запретом Мы 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 Этому Будем Противостоять Спасибо Еще раз Всем Большое Абсурда Продолжение следует... Продолжение следует...